В интернет-магазине ХИЦА представлены интересные идеи для оформления сада и дачи. Это уличные умывальники, которые помимо безупречного исполнения своих прямых функций, будут служить полноценным элементом садового декора. Умывальники легко подключаются к системе водоснабжения с помощью гибкого шланга и переходника. Все умывальники выполнены из современного композитного материала – стеклопластика, который идеально подходит для уличного применения, а также легко воспроизводит фактуру и внешний вид дерева или камня. Интернет-магазин ХИЦА – все, что нужно для украшения сада. Ой, здравствуйте, мои дорогие, любимые и ненаглядные, я бы сказала, садоводы-огородники. А я садистка среди вас. Посмотрите, какая красота. Пионы выбросили зеленую массу. Это говорит о том, что лето уже не за горами. И вы знаете, тут ожидаются заморозки некоторые. Ну, я думаю, что пионы вряд ли пострадают. Но если будет минус 7, закрывайте хоть по долами. Выхода нету никакого. Потому что зеленая масса, она все-таки, знаете, не закаленная на морозе. И не закалишь ее, она просто погибнет. Значит, вот эта дорожка пионов и эта дорожка пионов. Здесь посажено 24 куста. Они практически все разные. Цветов на них просто море. Обратите внимание, появились подставки. Видите? Да, это металлопластик. А помните, мы делали вот такие круги из явника? Вот те-то лучше. Они гармоничные. Они из природы. Но выхода нет. У меня их слишком много. Мне не хватает органичных, которые приходится брать еще вот такие. У меня кусты, и вы помните, это очень высокие. И они огромные. Поэтому вот как бы одной такой штуки может быть недостаточно. Придется купить еще одну и поставить ее сюда. А я сейчас покажу. Ой, ну правильно. Тут кто втыкал-то? Гулливер. Смотрите, они, конечно, очень длинные. Но если вы сделаете загородочку с обоих сторон. Сейчас я загоню в землю. Смотрите, как глубоко уходит проволока. И это говорит о чем? Земля оттаяла на 60 сантиметров. Вот если вы поставите как бы с обоих сторон вот такую загородку. А вот эти кусты примерно такого объема и есть. То цветам будет хорошо. А вам не знаю. Это уже не имеет значения. Значит, здесь две дорожки пионов. Что сейчас нужно дать пионам? Помните? Как это не помните? Настой черного хлеба. Это самое лучшее, что вы можете им предложить. Конечно, можно мочевинку. Но это по корочке льда было. Не сделали? Ну, как всегда. Значит, настой черного хлеба обязательно. Полное комплексное цветочное удобрение. Химическое. Обязательно. И еще я хотела сказать. Не забудьте, когда придет август месяц, пионы почти все отсветут. Есть пионы, которые цветут и в августе. Но эти-то все отсветут. И вы что с ними делаете? Я вам дам, срезаете. Руки вам отрежу. Вы ничего не делаете. Вы ждете, когда придет глубокая осень. И чем больше вы сохраните зеленой массы, тем лучше у вас будут кусты. Тем больше будет цветочных почек. Вот сейчас, если вы мочевины не дали, тогда, пожалуйста, в жидком виде. После мочевины через неделю настой черного хлеба. Утопите его в ведре. Закройте крышкой так, чтобы это было под жидкостью, под водой. Иначе плесень и поливать уже нельзя будет. Разбавляй его наполовину водой. Отстояла неделю ведерко, да? Ну, 3-4 дня хватит, чтобы кислота, чтобы все полезные вещества вышли. Разбавили, пролили на каждый куст пионов хотя бы по 2 литра. И тогда вы увидите, как пионы должны цвести. Больше ничего говорить не буду. Это первое, что вы должны сделать. Целую крепко. Ваша бабушка Репка. Репка.